Здравствуйте, меня зовут Бек Намсон, профессор-хирург Женского университета ИХВА в Сеуле, Корея. Приятно с вами познакомиться. Тема сегодняшней лекции – текущее состояние рака груди и новые технологии онкопластической хирургии в Корее. На картинке слева изображен марафон «Розовая лента», который проводится ежегодно в октябре. Расскажу немного о себе. Я работал в больнице Корейского онкологического центра и в больнице университета Кунг Кук. Сейчас я работаю в больнице Женского университета ИХВА. Женский университет ИХВА имеет долгую историю, насчитывающую 136 лет. Я был президентом Корейского азиатского общества рака молочной железы, а также был президентом Всемирного общества рака молочной железы. В 2001 году я был человеком года в США, а в 2006 году я был в топ-100 хирургии рака желудка и груди в Великобритании. Это фотография 100 лучших операций по лечению рака желудка и груди, полученная мной от IBA International British Academy. Я проводил операции и читал лекции во многих странах по всему миру, потому что впервые начал проводить операции по сохранению груди в Корее и Азии. Сначала это было сложно, и немногие люди признавали это. Но теперь, как вы все знаете, я стараюсь проводить консервативные операции по раку груди. Это фотографии, на которых я читал лекции о медицинских обследованиях и лечениях в разных странах. Как вы знаете, рак описывается как ракообразный, потому что спина рака бугристая и твердая. Если рак укусит, то он не отпускает добычу после укуса, и вы не знаете, куда пойти. Так можно объяснить название. Например, в случае рака груди, рак существует не только в самой груди, он имеет тенденцию к метастазированию, особенно части в кости, лёгкие и печень. Рак не знает, куда он распространится, так же, как и раки не знают, куда им пойти. Некоторые из метастазов могут распространиться на мозг или яичники. Что касается Кореи, то в прошлом было не очень много онкобольных. Поскольку личный доход стал превышать 30 тысяч долларов США, страна стала развитой и входит сейчас в число стран ОСР. Заболеваемость и частота рака увеличились. Раньше многие люди умирали от инфекционных болезней. Сейчас большинство людей умирает от рака. Для справки, если посмотреть на причины смерти в 2018 году, на первом месте стоит рак, на втором – сердце, CVA – инсульт, на третьем – респираторные заболевания, на четвертом – старение и на пятом – суицид. Старение можно рассматривать как естественное явление, но в наши дни старение продолжительное, поэтому старение тоже считается болезнью. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в Корее составляет 80 лет для мужчин и 86 лет для женщин, то есть в среднем 83 года. В среднем возрасте мужчин 2 из 5 человек заболевает раком. В течение средней продолжительности жизни женщин раком болеет 1 из 3 человек. У мужчин показатель выше, так как они вынуждены работать в опасных условиях и испытывают большой стресс. Это таблица, показывающая заболеваемость мужским раком во всем мире. Корея и Япония почти на одном уровне. Рак желудка занимает первое место. В США и Великобритании это рак простаты. Ожидается, что в будущем Корея и Япония пойдут по аналогичной схеме, как США и Великобритания. Что касается женщин, то рак груди является наиболее распространенным раком в Корее, Японии, Соединенных Штатах и Великобритании. Кроме того, среди женщин часто встречаются такие анкозаболевания, как рак щитовидной железы, рак толстой кишки, рак желудка и рак легких. Пятилетняя выживаемость показывает, насколько эффективно лечение рака. В случае рака желудка Япония преуспела. Но теперь, имея пятилетнюю выживаемость, мы не отстаем от Японии. Рак щитовидной железы заставляет Корею жить дольше, чем в других странах. А в случае рака груди в Корее, более высокий пятилетний коэффициент выживаемости, чем в других странах, таких как США и Канада. Настолько медицинский уровень Кореи высок и близок к мировому. Факторами риска рака груди являются все факторы. Ожирение, гиподинамия, короткий период грудного вскармливания, чрезмерное употребление алкоголя, пациентки в менопаузе, принимающие заместительную гормональную терапию, или пациентки в возрасте 20 лет, принимающие противозачаточные средства, не рожавшие. Особенно в наши дни есть много случаев, когда в семье только один ребенок, или нет детей и много незамужних. В Корее, одна пара не рожает даже 0.83 ребенка. Поэтому в развитых странах крак груди будет увеличиваться. Причинами рака груди является отсутствие родов. Позднее рождение первого ребенка, ранняя менархия, медленная менопауза и длительное воздействие женских гормонов. В прошлом для лечения холодного пота или бессонницы при менопаузе использовалась заместительная гормональная терапия. В наши дни она не используется. В особенности употребление пищи с высоким содержанием жиров, калорий, ИМТ, от 20 до 30 повышает риск рака груди, а также употребление слишком большого количества алкоголя. Много водки в России. Отсутствие упражнений, если вы не занимаетесь спортом, потому что холодно. А если в семейном анамнезе есть больные раком груди, к примеру, мать и тетя Анжелина Джоли, больные раком груди и яичников, то лучше пройти обследование на 5 лет раньше, чем другие, потому что может быть генетическая проблема, а не только причина пищевых привычек. ИМТ, ЛОВ ФИЗИКА АКТИВИТИТИ. 결국은 추우니까 너무 이렇게 운동 안 하면 토실-то실하게, тунгтунг하게 되잖아요. 이런 거 문제고, 그리고 ФЕМИЛИ СТОРИИ. 아마 여러분들이 잘 아시는 Анжелина Джоли, 엄마, 이모가 그 유방암도 걸리고, 낫сам도 걸렸잖아요. 이런 거가 단순히 식습관에 문제가 있는 것만이 아니라 그런 그 유전자, BRCL 1, 2 이런 문제가 있기 때문에 그러니까 이런 ФЕМИЛИ СТОРИИ가 있는 사람은 남보다 한 5 년 일찍 검사를 받는 게 좋습니다. Как видно из слайда, заболеваемость раком груди выше в странах, которые едят больше жирной пищи. 기름진 음식을 많이 먹는 나라 일수록 유방암이 많습니다. 적용진 음식을 많이 받는 게 좋습니다. И существуют две модели телосложения. Слева человек, чья верхняя часть тела больше, чем нижняя. Это яблоковидный тип. С правой стороны человек, нижняя часть тела, которого больше верхней, это грушевидный тип. При грушевидном типе нет риска сердечных заболеваний, рака груди, и он такой же, как и нормальный тип. При яблочном типе риск диабета, сердечных заболеваний и рака груди в три раза выше. Глядя только на женский тип телосложения, можно предположить, к какому заболеванию имеется склонность. Существуют признаки рака груди. Например, когда кожа натягивается вокруг соска. Если есть уплотнение, когда оно растет, у этой пациентки засасывается область вокруг соска. Это является признаком рака груди. Сначала этого не было, но появилось уплотнение. Есть народные средства, которые лечат его с помощью иглоукалывания, но ей нельзя его проходить, так как у нее рак. Если есть признаки скопления гноя, может случиться такое. Но этой пациентке можно сделать операцию только после курса антибиотиков. В некоторых случаях выделение из сосков выходит бессознательно, иногда с примесью крови. Это не обязательно рак груди. На самом деле у 10, 15 из 100 человек бывают боли. Симптомы, похожие на воспаление. Но у этой пациентки рак груди. Почему это рак груди? Потому что втянут сосок. Из-за воспаления или гноя соски не высасываются таким образом. Поскольку грудь очень застенчивый орган, люди, которые живут в одиночестве, прячутся и в конечном итоге попадают в больницу из-за страха. Некоторые люди приходят очень поздно. Иногда по религиозным причинам некоторые люди говорят, что они будут излечены рукоположением. Потому что боятся химиотерапии, лучевой терапии. Но не следует этого делать. Вы должны молиться после того, как пролечитесь лучшими методами, используя новейшие медицинские знания. Иногда соски становятся похожими на экзему. И у этой пациентки тоже рак. Это похоже на экзему и это рак, потому что соски были втянуты. Кровянистые выделения не всегда свидетельствуют о раке груди. Рак подтверждается у 10 до 15 человек из 100. Эта пациентка заболела раком груди во время грудного вскармливания. В целом прогноз был плохим. Но в настоящее время при таком состоянии перед операцией используются антибиотики, химиотерапия, после чего проводится операция. Тогда выживаемость будет аналогичной. Если во время лактации развивается рак груди, прогноз, как правило, не очень хороший. Мужчины также болеют раком груди. В нашем учебнике указано, что около 1% мужчин страдают раком груди. В Корее этот показатель около 0,4%. Когда дело доходит до диагностики рака груди, нужно не просто сесть и прикоснуться к ней, но и проверить, пальпируя подмышечную область в положении сидя. Нет ли увеличенных подмышечных лимфоузлов. Вы должны проверить, есть ли лимфатические узлы над ключицей с той же стороны груди. Какова скорость роста заболеваемости раком груди в Корее? Здесь синий цвет означает инвазивный рак груди, а цвет под ним рак стадии 0. Во всяком случае, комбинация этих двух цветов находится наверху. Если посмотреть на последний год, то в прошлом году около 30 тысяч человек заболели раком груди. Это приводит к ежегодному увеличению заболеваемости раком груди примерно на 6%. Все это в конечном итоге приводит к благополучию. А благополучие к тому, что мы едим жирную пищу. Женщины участвуют в жизни общества, поздно выходят замуж, поздно рожают детей, и у них остается мало времени для кормления грудью. Это касается возрастного распределения пациентов с раком груди в Корее. Даже если мы будем наблюдать в течение многих лет, возрастная группа с наибольшим количеством случаев рака груди в Корее под 50, и немного за 50 лет. Азиатские и этнические группы почти одинаковы. Тайвань и Япония сначала немного следуют американскому паттерну вправо. Корея в один прекрасный день будет похожа на Японию и в конечном итоге на США. Это означает, что возрастная группа с наибольшим количеством случаев рака груди переходит к более старшей. В конечном итоге ожидаемая продолжительность жизни увеличивается, и это неизбежно. Это выражается численно больше всего 40-летних, за которыми следуют 50, 60 и 30-летние пациентки. Тем не менее, в Корее хорошая тенденция клинической стадийности заболевания. Самая распространенная первая стадия, затем вторая и нулевая. Когда я был ординатором, самые распространенные стадии были третья и четвертая, а теперь первая, вторая и нулевая. Это говорит о том, что ранняя диагностика сейчас на высоком уровне. С ростом экономического развития люди стали заботиться о своем здоровье. Результаты лечения рака груди в Корее почти лучшие в мире. Раньше, когда ставили диагноз рака груди, принцип заключался в том, чтобы удалить всю грудь. И, как правило, разрезать грудь и грудные мышцы. Но после этого появилась химиотерапия, радикальная мастектомия. И в последнее время операция по сохранению груди является наиболее распространенной в Корее. От 65 до 70% пациентов в Корее проходят консервативную операцию груди. После того, как рак молочной железы удален, проводится биопсия. Причина ее проведения заключается в том, что методы лечения могут быть разными. Чаще всего встречается протоковая карцинома. Затем следует DCIS, протоковая карцинома инситу, за которой следует лобулярная карцинома. И при лобулярной карциноме метод лечения намного отличается. В прошлом методы лечения рака груди определялись в зависимости от стадийности. Но теперь так называемые биологические маркеры и коды наборов разные. Поэтому сейчас лечат в соответствии с ними. Методы лечения сильно различны в зависимости от рецепторов ER и PR. Таргетной терапии и положительного или отрицательного HER2. Даже при отрицательных ER и PR, так называемый тройной негативный рак груди, ТНБС, лечится по-другому. Раньше лечение проводилось в зависимости от стадии. Но теперь лечение основано на этих биологических маркерах набора кода. Хотя их здесь нет, есть один под названием KI67. И лечение варьируется в зависимости от него. Лечение различается в зависимости от типа Luminal A, типа B, типа HER2 и тройного негатива. Это только для справки. Но, как я уже сказал, BCS впервые была проведена в Корее и Азии в 1986 году. Людей, которые следовали за мной в Корее в то время, становилось больше. И в конечном итоге BCS и Modified пересеклись, и люди последовали моему мнению. Эти два шаблона были одинаковыми в 2006 году. Через 20 лет после того, как я начал, Modified стал похож на BCS в Корее. А в последнее время BCS выполняется намного больше, 70%. Это означает, что качество жизни женщин изменилось. Отсутствие груди означает, что они не только теряют женственность, но и теряют материнство и становятся грехом для ее мужа. Так считалось раньше. Женщины чувствовали вину перед мужем, впадали в депрессию, разводились, иногда уходили в горы, заканчивали жизнь самоубийством. Но теперь BCS является основным лидером, поэтому нет необходимости бросать работу или разводиться. Качество женской жизни кардинально изменилось. Благодаря этому раннему выявлению, в Корее 5-летняя выживаемость и 10-летняя выживаемость составляют 92%, и 85% соответственно. Это лучший результат лечения в мире. Поэтому ежегодно в Корее из-за зарубежа приезжают 500 тысяч пациентов. Особенно много людей приезжают, чтобы лечить рак груди. Много людей из Средней Азии, России и арабского происхождения. И, конечно же, большинство людей приезжают из Китая. Анализируя характеристики рака груди в Корее, плохая новость заключается в том, что по-прежнему наблюдается рост. Это около 6% в год. Немного прискорбно, что молодые женщины, то есть до 40 лет, встречаются в 2 или 3 раза чаще, чем в США. Хорошая новость в том, что благодаря проведению регулярных осмотров много случаев раннего выявления рака груди. Обследование на Западе – это маммография. А мы в случае сомнения проводим УЗИ и даже МРТ. Поэтому уровень ранней диагностики очень высок. В Корее BCS составляет 65-70%. Но теперь даже при удалении груди изнутри и под кожей для улучшения качества жизни проводится так называемая пластическая операция. Итак, в конце концов, поскольку существует много методов раннего обнаружения, смертность неизбежно снижается. В старые времена использовались только хирургическое вмешательство, гормональная терапия и лучевая терапия. Но в настоящее время есть также таргетная терапия и иммунорегуляторы. Есть даже способ лечения, при котором с помощью ножниц отсекаются гены, вызывающие рак груди. Мы не ограничиваемся только операцией и лекарственной терапией. Мы даем рекомендации, какие продукты полезны в реальной жизни, каким хобби и какими видами спорта лучше заняться. Результаты лечения при этом становятся намного лучше. В заключении можно сказать, что заболеваемость раком груди в Корее ежегодно увеличивается примерно на 6%. Это плохая новость, потому что много пациенток моложе 40 лет. С другой стороны, уровень 5-летней и 10-летней выживаемости лучше, чем на Западе, лучше, чем в любой другой стране мира. Я хотел бы сказать, что форма при раке груди значительно улучшилась от радикальной хирургии груди до трансформирующей хирургии груди и операций по сохранению груди. Но для того, чтобы создать лучшую форму, я разработал свою собственную новую технологию анкопластики при раке груди. Итак, я расскажу вам о ней. Вы, наверное, слышали о розовой ленте. Эта программа борьбы против рака груди началась в Нью-Йорке в 1990-х годах. И сейчас в мире проводится много мероприятий розовой ленты в октябре. Женщины должны быть здоровыми. Тогда и их семьи будут здоровыми. А здоровье семьи – это здоровая нация и здоровое общество. Вы видите мою здесь? Это розовая лента. В любом случае, рак груди – это солидный рак. Есть два типа рака. Солидный рак – опухоль. И плавающие онкоклетки, как при лейкемии. Поскольку рак груди – это солидный рак, хирургическое вмешательство имеет первостепенное значение. Surgery is an art. Хирургия – это искусство и технология одновременно. С тех пор, как в 1894 году доктор Хальстетт из университета Хопкинса сделал доклад о радикальной операции по поводу рака груди. Этим методом лечили в течение 70 лет. Позже, когда появилась химиотерапия, начали использовать модифицированную радикальную операцию груди. Доктор Варанезе, ныне покойный, который работал в Национальном онкологическом центре в Италии, задумался – у пациентки большая грудь, в западном стиле. Следует ли мне удалять всю грудь, оставив менее двух сантиметров? Имея это в виду, он опубликовал операцию по сохранению груди в New England Journal в 1981 году. В 1984 году его семинар в Милане, Италии и в Ирландии и Артаре проводился с 8 утра до 6 вечера в течение недели. Тогда Варанезе предложил – давайте подумаем об операции, которая может сохранить грудь. И у меня есть такая статистика. Когда я сравнивал операцию по сохранению груди и радикальную мистектомию, я пришел к выводу, что результаты по развитию рецидива и выживаемости такие же хорошие, как и при полном удалении. Эффект красоты успокаивает психологию женщины и сохраняет ее женственность. В то время я работал в Корейском госпитале ядерной медицины, Центр лучевой терапии, тогда был лучше в Корее. Поэтому я подумал, что я должен это сделать, и начал в 1986 году. Врачи и профессора, с которыми я работал, ругали меня за то, что я такой молодой и берусь за такое. Но я верил в то время и выполняю эту операцию до сих пор. Как я упоминал выше, в Корее в 2006 году было ровное соотношение между операцией по сохранению груди и удалением всей груди. Концепция антикопластической хирургии была разработана в Германии человеком по имени Одрих. С тех пор мы разрабатываем технологии, которые делают ее лучше, проще и дешевле. И вскоре мы вам ее продемонстрируем. Мне нужно жить в то время. выполняете эту операцию на подмышечной впадине, в день операции вам необходимо знать весь объем операции на подмышечной впадине под консервативной хирургией. Врачи по имени Крак и Гильяна брали биопсию лимфоузлов с минимальным забором ткани, после которой лимфатический отек на руке был намного меньше. Эффективный результат лечения рака груди – это одно, но хирург, который может соответствовать лозунгу «давай сделаем это красивым», является хирургом с большой буквы. В конце концов, если у вас рак груди, и если удалить большую часть ткани при радикальной операции, раковые клетки при этом почти не видны. Но для консервативной операции необходимо сохранить как можно больше ткани. Поэтому очень важно выбрать хорошего врача, который способен отрегулировать баланс. А также хирург должен стремиться сводить к минимуму частоту рецидивов и увеличивать выживаемость. Немецкий хирург Одрик, о котором я упоминал ранее, впервые использовал слово онкоплотическая хирургия. На этом снипке доктор Холстед из Хопкинса в 1894 году сделал это таким образом. Грудь была удалена, а мышцы под грудью, то есть грудные мышцы, выглядели неэстетично. Обратите внимание на сильный отек руки. В настоящее время существует способ убрать этот отек. После этого появились противоопухолевые препараты, и ситуация стала намного лучше. Это модифицированная мистектомия, при которой не удаляются грудные мышцы, только ткань груди и подмышечные лимфоузлы. Раньше я проводил вертикальный разрез, сейчас я делаю его боковым, чтобы шов не мешал ношению без галтера. Если делать разрез сверху вниз, шов остается хорошо заметен. Этот разрез называется разрезом Майо. В последнее время чаще проводят горизонтальные разрезы. Варонезе начал Бисьес в 1981 году, а я начал в Азии, в Корее в 1986 году. В то время я удалял четверть раковой области. Теперь я делаю более аккуратный разрез кожи, удаляя только то, что необходимо удалить, оставляя в край в 2-3 см. Затем 4 слоя границ, образовавшегося после удаления пространства, замораживаются, разрезаются. Я убедился в отсутствии в них раковых клеток и закончил операцию. Я покажу вам немного позже кое-что более красивое. Я внедрил бесклеточную дермальную матрицу EDM, которая имеет минимум побочных эффектов и красивый вид. Прошло уже 5-6 лет. Это вид сбоку, а сторожевой лимфатический узел был удален. В старые времена грудей бы уже не было, но я смог все сделать красиво. Я думаю, что это было много. Я думаю, что это было красиво. Я думаю, что это было красиво. Я могу использовать синий краситель, чтобы найти сторожевые лимфатические узлы, но я использую изотоп. В последнее время часто используется ICG, индиционин зелёный, но метод изотоп имеет чёткое изображение и упрощает поиск сторожевых лимфатических узлов. В настоящее время я использую навигатор, чтобы найти лимфатические узлы в подмышечной части. Для этого, сделав разрез примерно на 3 см, нахожу контрольный лимфатический узел. В последнее время используется ADM для заполнения области, откуда была удалена опухоль. Сначала используется листовой тип, сейчас используется в виде гранул для улучшения косметического эффекта. Клипирование проводится таким образом, чтобы сфокусироваться на том месте, откуда была удалена опухоль. Наложение швов по сравнению с прошлым намного качественней, чем когда проводилось просто BCS. Со временем рана становится почти невидима. Таким образом, в последнее время используются гранулы ADM, а не листовой тип. Швы сейчас не накладываются снаружи. Поскольку они находятся под кожей, при условии, если кожа хорошая, через 1-2 года, пациенты задаются вопросом «А в каком месте мне сделали операцию? А делали ли мне её?» Настолько хороший косметический результат удается при этом достичь. Появляется желание сделать ещё лучше. Будучи женщиной, любая пациентка желает сохранить грудь, даже несмотря на то, что у неё рак груди. Посмотрите на снимок МРТ. Почти вся грудь поражена. Посмотрите на подмышечные лимфатические узлы. Пациентка спросила «Если вы удалите всё поражение, тогда я покончу с жизнью. Сможете ли вы меня спасти?» Я не мог ничего гарантировать ей, но пообещал попробовать. Перед операцией рассказал про химиотерапию, после которой по снимку невозможно определить состояние. Поэтому необходимо провести операцию. После удаления края резекции замораживают, проверяют на онкоклетки, затем приступают к выполнению консервативной операции. Это была операция, которую я выполнил 10 лет. Необходимо было удалить всю грудь. И, конечно же, в учебнике тоже описывалось удаление груди. Но я снова подумал, как можно спасти грудь. Сначала я удалил все раковые образования с груди через называемую линию бюстгальтера. Это затрудняло избавление от подмышечных лимфатических узлов. После этого я перестал делать таким образом. И делал это до 2011 и 2012 годов. Крупная раковая опухоль перешла на кожу. И кажется, что после удаления опухоли груди не будет возможности наложить швы. В наши дни часто проводится аутотрансплантация, даже если она требует много времени. На изображении радиус вены кажется большим, но это всего 2 мм. В конце концов, анастомоз проводится под микроскопом. После наложения швов проверяется кровообращение. Раньше не представлялось возможности этого сделать. Сейчас кровообращение можно проверить с помощью специального устройства с лекарством под названием ICG. Через 3-5 минут после внутривенного введения можно определить, есть ли нормальный кровоток и насколько хорошо соединены вены. Этот снимок сделан после проверки кровотока прямо перед окончанием операции. Вид не очень красивый. Но после того, как сформировать сосок, грудь приобретет красивый вид. Грудь приобретет красивый вид. Анастомощはは живого, это анаэстомости. yangh Brook движения possono введения вместо того, как я, здесь умеет. Вот мы и архитектурой, чтобы привезли егоvenidos, что приключены, которая виноватильность, Этого будет виноватильность. Когда мы пересматриваем, это будет виноватильность. Сейчас уже не было ученики. то есть, что для этого Where's the skull, мы 혹시 виноватильность. это помеща, что у них очень удобно. Виноватильность. Есть ли у них Германию, виноватильность. В этом случае, провинция в течение всего 3-5 минуты, в результате и в результате, как наиболее прогрессированные рапы, как правило, как ПИДАРОВАНОГО. Таким образом, ПИДАРОВАНОГО. В результате, И вот так вот, я femmes visually смотрю. И тут произошло, что после этого, сейчас все появилось все еще плохо. Но просто не просто пришло, яmente не попал. Вот в нейпель, что улья. Эта нитпельная плечная плечная плечка убила. И в нейтрекined плечка она была в лавиум, а не жена. Позже я сформировал его из более темной кожи, взятой с внутренней части бедра. В последнее время, когда второй сосок был большого размера, я обрезал его, чтобы сформировать отсутствующий. В наши дни сосок формируют из кожи, затем наносят татуаж. Некоторые пациенты, считающие формирование соска необязательным, используют подобранные по цвету съемные силиконовые соски. В最近, люди думают, что силиконовые соски, силиконовые соски, силиконовые соски, силиконовые соски, силиконовые соски. После консервативной хирургии груди проводят лучевую терапию груди. В Европе используется методика Мемосайт, а Интробим, сделанный Карл Дис, разработан в Германии. Его вводят на 21 минуту, и бывают случаи, когда его извлекают до завершения операций. В последнее время имеется много таких преимуществ. Следующее устройство – Мабитрон, разработанное в США. По последним данным, в Корее результаты лечения груди намного выше, чем в США. Лечения груди намного выше, чем в США. В США. В США. Преимущество IORT в том, что в конечном итоге при визуальном контроле нормальные клетки не повреждаются. Традиционное лечение дает только положительный эффект. В США. В США. и, как и интра в адрес, адрес såдите один грей. Урт время этим используемым 21 храмом, вертолленностью, могло быть четким грейом, что это так же очень важно, что в тесне приморачивать. Иурт, как в последнее время, как видуолиум контроль, это в конверте расходяется в месте с помощью патриотехии. И это очень много того, что облигается в нужном уровне. И вот так далее, как мне notably, я сказал что в Англии, в ходе средней особенности, В Корее пациенты после более красивой онкопластической операции по результатам опроса были удовлетворены на 58%, относительно удовлетворены на 32%. В общем, почти 90% пациентов были удовлетворены результатом операции. Конечно, бывают случаи, когда пациенты остаются недовольны, но это неизбежно. Поэтому в заключение хочу добавить, что в хорошей онкопластической хирургии хирург груди и пластический хирург должны сотрудничать. Для хирурга груди очень важно знать пластическую технику, а пластическому хирургу понимать биологию рака груди. Благодаря этому сотрудничеству можно достичь гораздо лучших результатов. Меня приглашали во многие страны мира, чтобы читать лекции и проводить операции. Это я, читающий лекцию в Европе. было выше. Прекрасно-клерозин, которые будут сотрудничать. Вегетовое было на маленьких странах. Благодаря составляет неправильно. В результате, поединок и прессенджер腐г «экции», которые будут сотрудничать трек economicalmineом финансов в К��. Таким, чем международным данным образом построены на 9.1 т.1, я рекомендую, что в Европе есть творчество по бизнесу, у Я неизбежного гиперта, у меня так много вариантов и на 20.1 т.1. поединок. Спасибо за внимание.